Школа в поселке Молодежном работает первый год и уже стала пунктом проведения ЕГЭ. Математика – первый экзамен. В уходящем учебном году его видоизменили. Выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень – базовый или профильный. ЕГЭ – ответственный момент для всех выпускников, ведь от результатов зависит дальнейший жизненный путь. Готовился к ЕГЭ, больше всего готовился к химии, потому что она, на мой взгляд, самая сложная. К математике меньше готовился, потому что база легкая. Готовился в школе, съездил, к репетиторам занимался. Волнуюсь больше, я перед обществознанием буду волноваться больше. Я знаю поступать, я пока что никуда не собираюсь, пойду в армию. После этого высшую школу МВД. Вот так буду поступать. Планирую так поступить. Для печати и сканирования экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ доставлено специальное оборудование. В регионе создано два ситуационных центра для контроля проведения госэкзамена. К этой работе будут привлекать студентов педагогических училищ. Также организованы площадки для школьников со слабым здоровьем. Школа-поселка Молодежный подготовлена к разным ситуациям, ведь сегодня она принимает школьников со всего Иркутского района. Всего 241 ученик с 15 образовательных учреждений. Школа готова. Мы постарались создать все условия, чтобы дети поработали и написали работу успешно, чтобы им было комфортно, чтобы они себя хорошо чувствовали. Проверила качество подготовки пункта проведения ЕГЭ министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. По ее словам, требования соблюдаются. Ход экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособорнодзора. Я считаю, что все пункты приема экзаменов Иркутской области готовы к приему детей, к приему экзамена. Все здесь организовано по тем правилам, которые у нас есть. Все-таки главная цель экзамена – это объективность оценивания и чтобы не возникало ни у кого желания или подозрения, что дети чем-то воспользуются. Если ученика удалят с экзамена, то пересдать он сможет только в следующем году. Для тех, кто не смог сдать срок по уважительной причине, экзамен проведут в резервный день – 24 июня. А 6 сентября дадут шанс тем, кто не добрал баллов на базовой математике. Свои результаты участники ИГ по математике узнают не позднее 12 июня. Александр Гаврилов, Павел Рютин. Новости сейчас.